Ну вот, например, первый вопрос, да, но не знаю, как сменить род деятельности. То есть в том случае, когда вы говорите о том, что вы не знаете, как сменить род деятельности, это говорит всегда о вашей лени, просто запомните это. Всякий раз, когда вы говорите «я не знаю», вы это перефразируете себе как «я не хочу», «я боюсь», «мне страшно» и так далее. То есть важно понимать, что деньги очень любят решительных людей, потому что, чтобы иметь отношения с деньгами, а деньги — это такой себе крутой партнёр, нужно иметь смелость. И большинство людей боятся денег, потому что они понимают, что придётся делать нечто большее, придётся быть более классным, придётся нравиться деньгам, придётся больше успевать, придётся быть более крутым. И вот этот страх, который присутствует у большинства людей по этому поводу, это объясняет. Поэтому когда вы говорите «я не знаю, как сменить род деятельности», это можно бабушке своей рассказывать, жене своей рассказывать, ещё кому-то, но сами вы, я за честность, да, за то, чтобы говорить себе это внук, поэтому это признавайте, и будет всё хорошо. Пишите вопросы, вижу, что есть, пишите. Вот, следующий момент, он сюда же. Значит, я хочу денег, но боюсь, не смогу найти, воспитать правильных людей для организации бизнеса. Вот эта история про боюсь, что у меня что-то не получится, опять-таки очередная отмазка, да, отмазка. Мы, например, с Сергеем, когда начали строить новый свой бизнес-проект, поняли, что это будет бизнес-проектом, я тоже начала думать, ну, Серёжа первым делом сказал, что нам нужны люди, нам нужно дел продаж, нам нужно сейчас опять всех нанимать. И я поняла, что в очередной раз, у меня, знаете, комок к горлу стал подходить, потому что я поняла, что это то место, в котором я всегда испытываю дискомфорт, потому что я понимаю, что сейчас появятся какие-то люди, это моё убеждение уже, которое притягивает ко мне, естественно, эти ситуации, что появятся люди, которых нужно будет учить, и которые всё равно будут делать хуже, которые будут лажать, и которыми я должна буду платить деньги за их лажу. Вот так это у меня было. И я ему сказала, давай построим бизнес без людей. Ну, то есть, давай построим бизнес без людей. Просто возьмём за основу, это ведь как задача, знаете, как давай построим дом из глины, или давай построим дом из кирпича. Вот то же самое здесь. Вы должны понимать, что вы сами задаёте себе задачи. Как? Это следующий вопрос. Но вы должны правильно определить свою цель. Тогда будет всё классно получаться, потому что если вы как бы этого не делаете, то... Майм, это ещё майм. Так, что делать, если человек говорит, и мы не видим пока, что он говорит, поэтому едем в следующий вопрос. Значит, я хочу много денег не ради... не денег, ради денег. Ну, это как бы разговор сам с собой. Я хочу много денег. Не верю в свои силы, что я смогу. Ну, опять-таки, та же клиника. Я очень хочу, чтобы вы сами научились эти ситуации разбирать. Вот в рерайтер жизни, когда люди приходят, недели через три я практически перестаю отвечать часто на вопросы, потому что уже участники сами отвечают другим участникам. Ну, потому что учатся думать. Так вот, не верю в свои силы, что я смогу. Это значит, что мне страшно, что мне придётся сильно много напрягаться для этого. Готовлю я для этого столько напрягаться. Ну, это вот, знаете, как про историю с кубиками на животе. Вот я, например, люблю стройное тело. Но, тем не менее, я не готова себя настолько сильно ограничивать, чтобы у меня были кубики. Потому что кубики — это отказ от шоколада, кубики — это очень жёсткая всё-таки контроль того, что ты ешь. Это не просто худоба, это поддержание минимального процента жира и прочие вещи. Я не готова. Поэтому здесь то же самое. Это ваш страх. Но, опять-таки, здесь важно определить. Окей, я не верю в свои силы, что я смогу. А что я смогу? Во что я верю? То есть поднимать по чуть-чуть планку. Да, я, может быть, не верю, что у меня будут кубики, но я могу похудеть на 2 килограмма. Или там, я, может быть, не верю, что я заработаю миллион, но я верю, что я смогу зарабатывать в 2 раза больше. То есть делайте себе достижимые какие-то изначально цели, которые вы в состоянии поверили. Так, едем дальше. Вижу ваши вопросы. Человек, который зарабатывает больше 3 тысяч долларов, принимает наркотики в неограниченном размере. Он не хочет так дальше. Это правда? Значит, что я могу сказать? Зависимого человека не может никто излечить, кроме его самого. То есть зависимого человека нельзя вылечить. Он может сам принять решение по своему собственному желанию. Ему самому должно чаще всего становится страшно, что он умрет. Я просто с этой темой знакома не понаслышке. Ну, не хочу рассказывать все моменты и нюансы. Это не я. Но, тем не менее, я ее глубоко изучала, зависимости, со-зависимости, потому что я была со-зависимым человеком. И со-зависимый человек – это человек, который находится рядом с тем, который входит в зависимость. Так вот я вам могу сказать, что, ну, во-первых, 3 тысячи долларов – это мало. Ну, то есть для наркотиков это вообще ничего. Ну, понятно, что по разным меркам, но, тем не менее. Второе. Если человек хочет вылечиться, он идет и сам принимает решение. И невозможно вылечить зависимого человека, если он сам все для этого не делает. Ну, это так вот вам. Все остальное он рассказывает вам в сказке. Я хочу вылечиться, но у меня не получается. Я хочу вылечиться, но и сейчас у меня сильно большой напряг. Я хочу вылечиться, но мне нужна твоя поддержка. Ну, и так далее. Нет. Это неправда. Значит, когда у тебя есть деньги, ты интересен другим, кто хочет их забрать. Вместе с тем могут лишить тебя свободы, посадить. Ну, это тупые совершенно убеждения, которые на самом деле являются ограничителями к деньгам. На самом деле наш мозг дает нам такие невероятные фантазии и такие жесткие блокировки, знаете, что просто, ну, ай-яй-яй. То есть это все отмазка, как она была посажена, кем она была посажена, в какую ситуацию она была посажена. Вы чаще всего не вспомните, но подобные вещи – это история про ваши блоки внутренние. То есть вот эти очень большие деньги. Ну, попробуйте заработать пока не очень большие деньги. Вы же все равно изначально не заработаете такие деньги, из-за которых вас посадят. Сделайте себе допустимую границу. Вот я, например, всегда говорю о том, что я хочу зарабатывать столько, чтобы мои дети могли ходить без охраны, и я тоже. То есть вот если я стану интересна уже каким-то другим людям, зарабатывая деньги настолько, что мне понадобится охрана, вот я уже столько зарабатывать не хочу. Но это не мешает мне зарабатывать те деньги, которые позволяют мне летать на Мальдивы и так далее, и так далее, и так далее. Для большинства людей вот сидит человек, ну, простите за сравнение, сидит человек, ни черта у него нет. Вот такой, знаете, еле-еле сводит концы с концами. Он говорит, не, ну быть сильно богатым – это плохо, я не хочу быть сильно богатым. Но это из серии «Бедный, зато честный». Вот это отсюда же. Так, окей, погнали дальше. Так, где наше чудо-вопросы? Мне нажимается экранчик. Ту-ду-ду. Ага. Вот, следующий момент. Прекрасный вопрос. Значит, я хочу зарабатывать большие деньги, но как их заработать в маленьком городке? Вот смотрите, я живу в большом городке, но я их не зарабатываю в большом городке. Вообще, когда я начинала свою карьеру в свадебной сфере, я делала свадьбы, и самые крупные свадьбы приходили ко мне из России. Приезжали пары из России. Когда я начала обучать, 85% моего рынка была Россия и СНГ. На сегодняшний день, я не могу точно сказать в цифрах, но я точно знаю, что более 50% моего рынка – это люди со всего мира. Вот эта география на сегодняшний день не имеет никакого значения, учитывая, что у нас невероятные возможности в онлайн творить и создавать всё, что угодно. Это просто отмазка. Это первое. И второе, ну, если вам так сильно нравится офлайн-бизнес, а почему вы не можете переехать в большой город? Ну, то есть город – это просто место, где вы находитесь, и вы можете, представьте себе, переехать в любую точку земного шара. То есть это очередная отмазка по поводу денег. То есть я хочу сегодня вам показать, что всё, что написали и всё, что вы думаете, это всё ваши отмазки, изощрённые предложения вашего мозга. Ну, то есть ваш мозг фантазирует на тему, знаете. И у него есть классные ответики, которые он хорошо вкладывает вам в голову, и вам кажется, что да, поэтому у вас нет денег. Всё враньё. История про то, что деньги могут быть у каждого. И вообще каждый человек рождён для того, чтобы быть богатым и состоятельным человеком. Это абсолютная правда. У нас у всех абсолютно одинаковые возможности. Абсолютно. Просто есть люди, которые понимают это и работают в этом направлении, есть кто нет. Вот я, например, год назад, честно вам скажу, сидела и думала, как я вообще могу вернуться на Мальдивы вообще вот в свою жизнь. Как я могу вернуться? Мне казалось, что пропасть такая большая, и я не понимала, как этот шаг произошёл, как этот шаг назад произошёл. Вообще не могла понять. Просто сидела и не понимала, как вообще я жила так, как я жила, как у меня это получалось. Совершенно. Вот совершенно этого не понимала. Опа, прошёл год. Пришёл год. Я сегодня делала практику и возвращалась в прошлое. Помогать той Оле, которая была в прошлом. Согласно теории квантовой физики, настоящее будущее и прошлое существуют одновременно. Поэтому наше будущее Я может нам помогать сегодня, потому что она уже знает, что с нами будет и может дать нам наилучшие решения. Наше прошлое Я, мы ему можем вернуться и помочь для того, чтобы установить вот эту взаимосвязь и быть уверенным в том, что наше будущее Я нам тоже помогает. Ну, понимаю, что может выглядеть, как обкурившийся человек, но тем не менее. Вы Россия или Украина? Я из Украины, я из Киева. Так, есть. Погнали дальше. Вопросы и ответы. Здравствуйте, Оля. Ага, не успела. Очень интересно, с какими вы сложностями в бизнесе не сталкивались и как вы их решали. Ой, ну вы знаете, у меня не одна книга по этому поводу написана. Вы можете почитать, послушать мою книгу, которая называется «Зажигалка». Это моя автобиографическая история о бизнесе. И там как раз рассказываются о моих бизнес-проектах и о том, что происходит. Но вы должны понимать, что, понимаете, бизнес — это как жизнь. Вот нельзя прочитать чью-то автобиографию и понять, как жить. Ну, типа, я научился, как жить. Я увидел историю человека. То есть, первое, мы разные люди, мы по-разному чувствуем, мы живём в разные времена. У нас у каждого разные свои навыки и таланты. Это история про бизнес, когда два человека начинают один и тот же бизнес в одном и том же городе с одними и теми же стартовыми возможностями, но тем не менее. Разная энергия, тем не менее разные сильные стороны и так далее и тому подобное. Поэтому это важно понимать. Следующий момент — опыт нас формирует. Это тоже надо понимать. Когда говорят, вот, ошибки в бизнесе, ну, у меня есть такие вещи, факапы, которые мне бы не хотелось, ну, мне бы не хотелось, чтобы они были. Но тем не менее, я не знаю, если бы их не было, то вот сегодняшняя я какая бы была. Поэтому нужно очень чётко понимать, что опыт нас формирует, как в личных отношениях, так и в наших бизнес-отношениях с деньгами и так далее. Посему изучать. Я, знаете, как меня скорее чужой опыт поддерживал в ситуациях, когда мне было плохо. Ну, то есть, когда я знала, что другие тоже проходили сложности. Это поддерживало. Потому что очень же часто кажется, как у всех типа заебиська, «А у меня у одного плохо». Но нельзя ни в коем случае… Многие люди такие, «О, у него тоже было плохо? Ну, фух!» Вот этого не должно с вами происходить. Вы должны понимать, что история про то, что было плохо и стало хорошо, это потому что я совершал активные действия, любой человек совершал активные действия, чтобы вылезти. Это не история про то, что было плохо, а потом само стало хорошо. Поэтому я в этот момент просто расслаблюсь. Это неправда. Вот я таких историй не знаю, потому что все, кому стало хорошо после плохо, это люди, активные трудоголики, которые работали прежде всего над собой, над своим бизнесом, над своим отношением, над своим пониманием, ну, над очень многими вещами. Вот это важно понимать. Так, дальше, конечно, найдёшь людей постепенно, но надо дождаться того момента и не слиться. Опять-таки, важно понимать, а нужны ли эти люди? Нужны ли эти люди? А какие люди нужны? Очень часто неопытный предприниматель, ну, неопытный предприниматель совершает ошибки всегда, но зачастую он ставит и делает очень большие ставки на других людей, не понимая, что, например, ему эти люди вообще не нужны, что очень многие моменты сегодня делают сервисы. Ну, на самом деле, мы уже живём в другой век. Вот у меня работает бот, у меня работают программы, и всё. И прекрасно, и замечательно. И они работают круглосуточно, и они не устают, у них нет месячных головной боли, они не кричают, что им нужно отдыхать и прочие вещи. Поэтому нужно понимать. Ваше мнение насчёт Ирины Хакамада, я ничего не могу сказать об Ирине Хакамадо, но Ирина Хакамада прекрасная женщина, вот, замечательная, что я могу о ней сказать. Ну, как бы, знаете, кто я? Ну, вообще, я считаю, кто кто-то, чтобы что-то о ком-то говорить. Ну, типа, нравится ли она мне? Ну, да, она мне импонирует. Попила бы я с ней кофе? Да, попила бы. Что ещё, фанатка ли я её? Нет, я ничья, не фанатка, я своя фанатка. Вот, такой ответ вам на вопрос. Так, дальше. Вот эта классная штука. Значит, я хочу зарабатывать много денег, но ничего не умею и не знаю, в чём могла бы достигнуть высот, не понимаю, что нравится. Ну, то есть, эта история... Давайте попробую поработать с вами, как в рерайтере. Попробуйте дать человеку ответ. А Мартут хочет съесть. Дайте вот, что вы скажете об этом человеке. Только давайте не одной фразой, а вот дайте человеку рекомендацию. Фраза начиналась так. Я хочу зарабатывать много денег, но ничего не умею и не знаю, в чём могла бы достигнуть высот, не понимаю, что нравится. Так, иди отсюда, поморщи. Пока вы пишете, отвечаю на вопрос, кто вам настраивает всю IT-систему, боты, курсы и так далее. У меня есть Сергей, который занимается технической частью и придумывает всё. И он работает с нашим программистом, с которым мы начали работать ещё очень много лет назад, когда пилили свадебную федерацию IT-свою систему. То есть, как бы, Серёжа создаёт технические задания, придумывает, как это должно работать, он это создаёт. Рекламными компаниями тоже занимается Сергей. Мы пробовали нанимать специалистов, пробовали работать с крупными компаниями, но поняли, что уже в очень многих вопросах преуспели. И учитывая, что это наши бюджеты, наши кровные деньги, мы к ним относимся совершенно по-другому. И, собственно, мы предпочитаем расти в своих делах, поэтому вот так. Так, никто не порискнул ответить на вопрос? Так, ничего не умею ещё раз, не знаю, в чём могла бы достигнуть высот, не понимаю, что нравится. Но это история про маленького ребёнка. Да, не надо быть супердоктором, чтобы понимать, что это история про маленького ребёнка. Скушай, пожалуйста, иди позавтракай. А я не знаю, что я буду. А будешь сырнички? Нет, мне сырнички не хочется. А будешь яичницу? Нет, не буду яичницу. А хочешь блинчики? Нет, мне блинчики такие не нравятся. Ну, давай, сделай такие. Они не такие, такие не хочу. Я такое устраивала своей маме в детстве. Вот это называется мозгоёбство. Вот такое детство конкретное, которое, когда человек просто по факту не хочет есть. По факту не хочет есть. Вот то же самое, это человек, который ничем не хочет заниматься. То есть, когда я ничего не умею, это о чём говорит, значит, я ничего не пробовала, ничему не училась. Я, например, учусь каждый день чему-то новому постоянно, потому что это развивает. Даже если мне это, может быть, не нужно, но тем не менее, мои проекты интересные, вообще мой мозг, интересно думать творчески, позволяет именно мне делать ничего-то нового. То есть, когда я смотрю не шаблонно на вещи, а пробую себя как-то иначе. Вот, собственно, и всё. И когда человек говорит об этом, ему не нужен никакой специалист, и ничего ему не нужно. Ему нужно жопу свою поднять и перестать быть ленивым. Или дождаться, пока он заболеет раком или чем-то ещё. Ну уж простите за такие вещи. То есть, вот история про то, что ничего не знаю, ничего не умею, ничего не хочу и не понимаю, что нравится, это просто говорит о том, что я немножко подохуел. Вот так. Так, если не мечтает, это безнадёга. Ага, вот вы видите, начали отвечать. Подумайте, что вы любите, что вам нравится, от чего бабочки в животе. Тут история про то, что человек не хочет думать, ничего не хочет. Какой у вас вес сейчас, какой вид спорта выберете для поддержки формы, наверное? У меня всегда вес 48-50. Я думаю, что сейчас он конкретно сегодня ближе к 50. Вот. Я себя как-то так ощущаю. Но он колеблется в пределах 2 килограмм. Я занимаюсь групповыми тренировками, как они называются? Ну, программа называется TRX, но это не история про сам TRX, а это история про очень сильные функциональные тренировки. Три раза в неделю я тренируюсь. И вообще я стараюсь, ну, то есть за движение, да, то есть подняться по лестнице, а не проехать на лифте и так далее. Плюс я жестко слежу. То есть как только я набираю, я очень жестко беру себя в руки и возвращаюсь к своим 48 килограммам для того, чтобы не выйти за пределы 50, потому что я чувствую себя плохо в этом весе. Все. То есть это как бы моя цель, ну, в весе, да. Я когда-то ее закрепила и уже достаточно большое количество лет, ну, вот после рождения Евы я весила 51 килограмм, когда я вышла из роддома, ну, и, собственно, это было 6 лет назад. Так. Вес по-прежнему, да, остается очень актуальной темой. Ну, ребят, с весом все очень просто. То есть вы либо, как и во всем остальном, либо принимаете решение, сколько вы хотите весить, и все, и теперь вы всю жизнь следите за этим, либо, как бы, принимаете решение, что вы будете выглядеть так, как вы будете выглядеть, и, в принципе, переживете это. Тоже не проблема. Как наладить бизнес, зная, что товар поставщика устарел? Пробовать что-то новое так же? Ну, безусловно. Ну, вы должны понимать, что вопрос ведь не в поставщике, вопрос в отношениях вас и ваших клиентов. Вот. И когда мы, знаете, как в ресторане, готовим пищу и говорим, ну, вы понимаете, нам поставщики просто дали плохие помидоры, готовим-то мы хорошо, а помидоры у нас плохие. Или, как бы, мы классный у нас магазин, но мы просто продаем, вот мы закупили партию чего-то там, того, что уже не модно и не актуально. Это ваше отношение, вы всегда являетесь лицом. Поэтому история про поставщиков, это ваша недоработка, потому что поставщики меняются. Это вот я работала, например, свадебным организатором и делала свадьбы, и у меня была команда людей. И когда я продавала организацию свадьбы, очень часто мои клиенты даже не знали, кто им будет что делать. Потому что они знали, что у них есть я. Я им продавала себя и свою команду. И у меня бывало такое, что я начинала проект с одними, а потом в результате, когда мы начинали готовить проект, со свадьбы, я видела, что мы перестали друг друга понимать, например. Я меняла коней на переправе очень легко, бывало, что меняла в день свадьбы. Абсолютно мне было всё равно. Я точно знала, что мой проект должен быть крутым. А кто это будет? Ну, как бы, конечно же, это рискованно. Конечно же, я старалась подбирать, и 80% моей команды были постоянными. Но, тем не менее, бывали такие вещи. Но я никогда не говорила своему клиенту, извините, там, неудачка получилась. Нет, конечно, нет. Птичка классная. Да, как мне думать о цифрах, которые сбивают на пути к цели. Хотя, я в голове мыслю, что это всё возможно. Но цифры должны идти в любом случае с какой-то логики. То есть, например, я понимаю цифру большую, которую я хочу, но я понимаю первую цифру, к которой я могу прийти. И, соответственно, знаете, это как вот худеть. Когда вы понимаете, что вам надо похудеть на 50 килограмм, но когда вы каждый день встаёте на весы и видите, что вы похудели на 30-100 грамм, вас это не впечатляет. Поэтому вы должны понимать, что ваша большая цель 50, а ваша маленькая цель или килограмм в неделю и радоваться вот этой отметке и стремиться. Тогда ваш мозг не будет закрываться и впадать сразу в ступор. Это невозможно. Ответ на вопрос про дисциплину. Приходите на рерайтер, а потом обязательно в клуб. Да, Олечка? Как бороться со страхом безденежья? А со страхом не нужно бороться. Со страхом... Вообще бороться не нужно ни с чем, потому что борьба это контр. Это, вы знаете, это как борьба. В любом случае вы боретесь с собой, а любые контры они проблематичны, потому что мы, когда что-то воспринимаем как борьбу, мы это воспринимаем, ну как бы сразу же начинаем или атаковать, или защищаться. Поэтому это история про разобраться. Это история про разобраться, почему у меня этот страх. То есть мы вот что делали, например, на денежном портале? Мы всё время доставали ответ на вопрос, а откуда у меня этот страх? Что было причиной этому страху? Почему я так думаю? Расковыривали, 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 расковыривали. Это самое основное. Потому что, когда я понимаю, в чём причина моего страха, я уже понимаю, над чем мне нужно работать. А бороться, это значит просто, знаете, там без разбора, да, там натыкаться. Я, например, если говорить о войнах, образно, каких-то с людьми, конфликтах, я всегда стараюсь найти причину этого конфликта, да, то есть причину конфликта, причину, почему я так себя веду, потому что война и конфликт это всегда две стороны, и почему человек себя так ведёт. И если я понимаю, что я в этой схватке мудрее в данном случае, не то, что лучше, мудрее, а мудрее, это значит, я способна начать об этом говорить и думать. Я всегда выберу стратегию того, чтобы обсудить это, стратегию того, чтобы объясниться, потому что, как по мне, все вот эти борьбы происходят из-за недосказанности. Вот то же самое вам нужно с вашим страхом разобраться. А у нас что? У нас все такие, ой, я богатый, я успешный, у меня всё прекрасно, я не про аффирмацию, а про видимость другим людям. И человек настолько этим увлекается, а сам вибрирует и находится на частоте постоянного страха, безденежья. Но он ходит и типа такой, да нет, у меня всё прекрасно, да нет, у меня всё замечательно. Тут история про то, что надо переставать заниматься образом себя в глазах других и разбираться с самим собой. Не говорить всем, что ты бедный, вообще перестать тратить время и энергию на то, чтобы это обсуждать, а разобраться с собой, почему так. Я знаете, очень много наблюдала людей, когда занималась разбором бизнесов, когда ко мне приезжали люди, и там они представлялись, они говорили, вот у меня, значит, вот такой бизнес, вот такой бизнес, вот такой бизнес. Я такая сидела и думала иногда, блин, что они ко мне приехали, короче, они такие крутые. А потом мы переходили к цифрам, а цифры зачастую были минус, 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 вообще нету прибыли, вообще нисколько я не зарабатываю, вообще. И ты сидишь и думаешь, а что ты тогда называешь это бизнесом, Зачем ты открыл этих 5 проектов или 10 проектов? Гордо называешься владельцем, хозяином, предпринимателем, если у тебя всё в убытке, что ты делаешь? Зачем ты этим занимаешься? Кто-то, например, себе говорит, у меня команда 20 человек. Это типа так круто, так на бизнес-тренингах растят, что надо, значит, команда 20 человек, а я говорю, у меня вообще нет команды. Ну, нет, у меня я и Серёжа, и всё. Вот, а прибыль какая? А прибыль вам бы понравилась. То есть ориентабельность бизнеса у меня 95%. Вот, поэтому тут вопрос вот в этой честности, и всё. Есть ли уже точная дата следующего денежного марафона? Нет, нету. Нет, мы пока не планируем денежный марафон в ближайшее время. Вот, пока мы разбираемся непосредственно с рерайтером жизни. А когда будет денежный, мы не знаем. Вот, мы говорили о том, что мы часто проводить не будем, у нас очень много планов, и поскольку мы всё-таки вдвоём и, ну, как бы стремимся делать всё очень хорошо, стараемся не перегружать, как бы, ни себя, ни свой график, для того, чтобы просто что-то не делать. Самолёты, вертолёты, всё, что хочешь, летают. Так, окей, давайте ещё буквально чуть-чуть, и пойду отдыхать. Сейчас, выбираю вопрос. Вот, хороший вопрос. Значит, я хочу много денег, но не могу придумать продукт, который я бы могла продавать. Вот, вы должны понимать такую вещь, что продукт, когда мы придумываем просто что-то продать, это история про, вот у меня есть такое понятие, долгое, длинное плечо, как бы, и короткое плечо. Короткое плечо – это когда мне нужно решить задачку сейчас. Мне нужны деньги, я выставила вещи на OLX, или мне нужны деньги, я купила 100 чехов, вдруг их продала внезапно и заработала на них 1000 долларов. А в следующий раз купила, короче, они уже не продаются, уже не актуальны. Вот эта история про короткое плечо, я это называю ещё прыганье за бананом, когда ты постоянно ищешь, как заработать денег. Сегодня математику повела кому-то, завтра с ребёнком посидел, послезавтра дом продал, чью-то машину заработал. Короче, вот эта история такая. А есть история про долгую. Долгую – это как отношение. Есть отношение, когда вам просто хочется на свидание сходить и повеселиться, а есть история про детей, совместный быт. Вот приблизительно про это. И для того, чтобы найти партнёра с кем-то завести детей, у вас больше требований. У вас должен быть какой-то общий интерес, вам должен быть нравиться, у вас должен быть общий взгляд на жизнь. Ну, в общем, множество пунктов. То же самое и с бизнесом. Если вы хотите, чтобы у вас был классный бизнес, то идите не от продукта, от того, что я продукт не могу найти, а от того, что бы мне хотелось, что у меня получается. И зачастую мы приходим не от момента… Ну, вот первый раз, когда я начала заниматься свадьбами, я типа хотела свадьбу. Но когда я закончила свадьбу, ну, приняла решение, что больше не буду этим заниматься, люди все говорили, «Ну как? Ты же так любишь свадьбу». Я любила не свадьбу. Я любила организовывать людей, я любила управлять людьми, я любила делать из чего-то обычного что-то очень крутое. Я любила работать с серьёзными людьми, я любила выступать и привлекать таким образом аудиторию нестандартным, потому что я была первым свадебным организатором, который проводил семинары, мастер-классы для невест и так далее. То есть я любила другие вещи, но так получилось, что я это приклеила к свадьбам. А потом отклеила от свадеб и наклеила на другое. Вот очень часто я бы начинать рекомендовала вам не с ниши какой-то, а с того, что мне очень нравится делать, в чём у меня действительно талант, что я могу делать лучше других людей. Вот я могу часами разговаривать с камерой, например, да, или часами выступать на сцене, или часами записывать мастер-классы, или часами раздуплять людей. Ну, множество моментов умею делать, и как бы я от этого не устаю. Поэтому идите от обратки, и тогда вам будет легче сложить пазл. Я не скажу, что это типа супер легко будет, но это будет возможность построить длинные отношения. Мало того, вы в какой-то момент можете сказать, о, типа, класс, это будут там с вот этими всеми моими навыками и наборами, это точно я буду продавать, я не знаю, там, резинки, да, вот у меня есть спортивная резинка, я с собой взяла, буду продавать резинки. А потом вы поймёте, что, блин, нет, резинки вам не интересны, но вам интересно вот это. Но вот этот набор качеств, который вы в себе развиваете и прокачиваете постоянно, он будет оставаться с вами. Я начала писать первую книгу, когда занималась свадьбами, сейчас я пишу книгу, уже методологию по рерайтеру жизни и о том, как управлять своим сознанием. Но книги я писала и тогда, и сейчас. Я и тогда, и сейчас много писала, и много выступала. Понимаете, этот навык, он только улучшился и остался со мной. Я не могу сказать, что я, типа, всё то, что было раньше, я, типа, профукала. Нет, я, наоборот, это всё только приумножаю и делаю лучше и качественнее. Навыки всегда остаются со мной. Это такая же история, о которой я говорю всегда наёмным сотрудникам. Не бойся выкладываться на максимум. Ты приходишь в компанию, и ты очень боишься, что ты дашь компании сильно больше, чем тебе платят. Но ты должен понимать, что всё, чему ты научишься, всё, что ты сделаешь, ты своё прокачаешь. Если ты будешь классно продавать для этой компании, то ты будешь классно продавать и для себя, и для любой другой компании. Но если ты будешь галимо продавать, то неважно, в какой компании ты будешь и сколько тебе там будут платить, ты будешь галимый продавец. Вот и всё. Поэтому старайтесь развиваться и понимать, что ваше мастерство навсегда останется с вами оно никому не принадлежит и вы можете уйти завтра с этой компании перейти в другую или заняться другим бизнесом но этот навык у вас останется он ваш он ничей другой это ваш капитал ваш так называемый социальный капитал я теряла в жизни деньги то есть когда я зарабатывала и переставала зарабатывать так у меня было несколько раз но свои таланты я никогда не теряла именно благодаря тому что эти таланты я всегда развивала я всегда вылазила из всех передряг в которых было понимаете и умение анализировать умение понимать и находить свои ну ошибки до которые мы кожа складируем в коробочку как опыт это тоже одна из моих очень сильных черт вот и все так мне кажется что все равно нужен фальстар для интересного большого бизнеса вам может казаться все что угодно все что вам кажется для вас может быть правда вы должны понимать что реальности очень много она у каждого своя вот и все то есть я например в моем случае я даже прорабатывала это убеждение что деньги всегда давали мне возможность наличие денег убивала мои проекты новые то есть если я начинала проект с деньгами я всегда его он всегда был убыточный и все мои проекты которые я стартовала без денег в итоге приносили мне много денег но я поняла что это тоже убеждение и она очень опасная чреватое потому что она как бы лишает меня дает мне страх зарабатывать он мне говорит зачем тебе разрабатывать в кубышку именно ну то есть зарабатывать и куда-то откладывать создавать какой-то свой денежный магнит потому что я много лет жила очень много зарабатывала и ровно столько же тратила но по сути является ли человек богатым если он зарабатывает миллион и тратит миллион не не является богатым является тот у кого что-то есть понимаете в чем прикол вот и все а если вы тратите сколько вы не зарабатывали но если вы все время эти деньги тратите под ноль то собственно у вас нет никакого капитала. Как вот богатых людей Forbes считают? Их считают по их капиталам, по тому, что у них есть. У них не в наличке эти миллиарды лежат. У них там отель, самолет, пароход, завод, что-нибудь еще. У него может быть там в кармане-то денег, вообще понты, ну условно. Но у него этот весь капитал каким-то образом инвестирован во что-то. То есть это его скорее инвестиции. Поэтому чуть-чуть нужна, я называю это финансовой грамотностью, элементарной для того, чтобы хотя бы чуть-чуть понимать, как это все выглядит на самом деле. Потому что мы же с вами не работаем с миллионными, миллиардными какими-то оборотами. И, ну, собственно, знать вот эту всю математику, как она там называется, нафиг надо. Ну, мне, по крайней мере. Так, давайте напоследок, и все. Ну, вот история тоже. Всех одинаковые, конечно, ответы. Ну, я хочу больших денег, но моя жизнь, что сейчас, и большие деньги несопоставимы. Ну, то есть это вообще как бы базовое убеждение, которое не дает человеку вообще прорваться. То есть у вас это убеждение, это называется такое укореневшее убеждение. И вот эта та жизнь, что сейчас, она будет всегда. Потому что вы говорите, что это та жизнь, что сейчас. То есть все. Та жизнь, что сейчас, вот она с вами залипла. Здесь важно понимать, что та жизнь, которая у вас сейчас, это та жизнь, которую вы сейчас выбрали. И что вы сейчас можете это менять. Вот люди, когда говорят о том, что как бы мне за год, например, там удвоить капитал. Не капитал, а заработок. А сколько ты зарабатываешь? Тысячу долларов, хочу две. Ну, то есть это вообще не вопрос. Вот вы должны понимать, что с тысячи на две это вообще не вопрос. Если вы свой мозг включите и начнете работать, вот, это вообще не по вопросу. То есть люди, которые сегодня зарабатывают тысячу, зарабатывают ее, да, не просто там кто-то ее дает, а зарабатывают, вы легко можете удвоить и за пару месяцев, просто включив свой мозг верно. Это я вам могу гарантировать. А, ну вот я, например, за прошлый год, ну, в раз в 30 выросла. Вот так. Все здесь. Так, как считаете, что более востребовано, услуга или продукт? Какие услуги могли бы быть востребованы лично для вас, как мама, женщина, коуча, тренера, инфлюенсера? Я вообще так не размышляю. Ну, честно, я не из той категории, как бы, женщины, которая так размышляет, какая бы услуга для меня была востребована, я понятия не имею. Сегодня век, когда уже огромное количество услуг. И вот это, знаете, ходить типа, ой, хорошо, было бы, если бы мне кто-то клеил конвертики. Ну, это вообще не оттуда. Любая услуга будет востребованная, я так считаю. Если в ней заложена классная идея, в ней заложена экономическая модель, и в ней заложен классный лидер. Вот каждый лидер определяет. Вот, честно говоря, услуга, которую придумала Лера Бородина, сервис аренды платьево Майлук, которая стала уже международной сетью, правда, благодаря Джейбару, но тем не менее. Я считаю, что, ну, это как бы грандиозный успех данного действия. Я, ну, не буду в нюансы вдаваться, но тем не менее. Кроется в Лере. Убери Леру, всё умрёт, ну, всё бы не началось. Я не буду сейчас говорить, что всё умрёт, всё бы не началось никогда. И кто бы мог ещё протянуть этот проект, я не знаю вообще. Я считаю, что лидер определяет проекты. Вот как бы так. Окей, всё, мои хорошие, я буду заканчивать. У меня уже почти 5.20, полшестого вечера буду будить Серёжу, потому что мы летели целые сутки практически со всеми пересадками. И каждый спал в разное время, когда мог в самолёте. Вот, Серёжа не спал вообще. Поэтому сейчас у него был тихий час, но Алиса вон купается в бассейне. Сейчас покрываем. Сейчас. Плавает. Вот, сзади меня, видите, вот там вот океанчик. У меня сейчас тренировка включить будет, ай! Алиса сейчас на тренировку онлайн собирается включить. Вот, поэтому я буду такой, какой-то этот пасмурный денёк. Но Мальдивы очень опасны, они близко возле экватора. И легко загораешь и сгораешь на таком солнце. Поэтому я так очень аккуратненько, дабы в первый день. Я первый раз, наверное, приехала за долгое время на отдых, не загорая при этом в солярий. И поэтому я белая вообще ужасно. Я вообще не люблю себя белой. Прям сегодня увидела. Вот, но я обещаю это исправить. Над этим тоже буду работать. Смотрите, пожалуйста, сториз. Я, по-моему, ими заплевала немножко. Всё. Но мне ещё хочется вас помотивировать, показать вам, включить вас, напомнить вам о том, что вы тоже можете. И, возможно, гораздо быстрее, чем вам кажется. Напомнить вам о том, что у нас 1-го числа стартует рерайтер жизни в феврале, или, по-моему, 2-го февраля стартует поток рерайтера. В марте рерайтера не будет. Приходите. И попробуем поработать с вашими мозгами так, чтобы вы наконец-то перестали всякой фигнёй страдать. Я уверена и точно знаю, что те люди, которые задаются целью изменить своё сознание, меняют и свою реальность. Я абсолютно в этом убеждена. И вижу это каждый день. Люди, которым нравится, как я говорю, помастурбировать мозг, ну, тоже имеются. Конечно же, куда без них. Но, тем не менее, выбор всегда делаете вы. Спасибо вам большое за все ваши сердечки, поцелуйчики и прочие штуки. Спасибо за пожелание хорошего отдыха. Я с вами буду максимально близко, долго и так далее. У меня тут куча с тобой книжек, блокнотиков и большие планы на этот чудо-отдых, потому что на этот год я поставила себе большие цели, интересно их достигать, и хочется помочь вам тоже в этом преуспеть. Вот поэтому я надеюсь, что моя бизнес-рокировочка тоже для вас была полезна. Всё, всем отнимаю.